Ей, доброго времени суток. Сегодня я хочу обсудить такую тему, как пик сомнительных персонажей для игры в ранкеде. И тут я не буду вспоминать совсем уж поехавших индивидов, играющих на одном персонаже. Для них в тюрьме будет отдельный стул с точенными хуями. Поговорим об условностях, которые нужно анализировать каждую игру перед пиком, например, Ханзу. Любой здравомыслящий человек, заходя в ранкед, стремится победить. Но порой желание пофаниться у отдельного человека рунит игру остальным. А перед началом отвечу на несколько комментариев к прошлым видео. Комментарий первый от пользователя с ником Saint Anafri. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Лично меня интересуют любые игровые механики, которые работают по сомнительным причинам. Или с механиками, явно выбивающимися из привычного моего понимания о том, как это должно работать. Надеюсь, доходчиво объясню. Второй комментарий уже от пользователя с ником Asher Lord Storm. Честно говоря, я немного запутался в этих хитросплетениях. Но я думаю, Близзы совсем скоро приоткроют завесу тайны, и мы как минимум точно будем знать, кого ждем. Но это не точно. Ну что ж, поехали. Первое, что нужно держать в голове при сомнительном пике, это потенциальные вражеские герои. Если карта идеальна для пика фары врагом, заведомо гиблое дело пикать Джанкрета. Нет смысла брать персонажей, которые будут явно слабее энеми. Вы испортите игру и себе, и тиммейтам. Поймайте кучу флеймов в свой адрес и пару репортов. А если уж хотите поиграть кем-нибудь выбивающимся из меты, возьмите, ну, например, Ханзу. Он хотя бы способен убить потенциальную фару. Чё, дурак, что ли? Второе, это уже ваш сетап. Пик вашей команды. Вы можете пикнуть условного Джанкрета и против вражеской фары. Но тогда вторым ДД должен быть хитскан персонаж, который будет в состоянии дополнить вашу неспособность нанести урон на расстоянии. Если ваш второй ДД не сможет делать того же, что и вы, это заведомо проигрышный пик. Например, Джанк и Ханзу в качестве ДД. Да, за Ханзу можно убить вражескую фару, но это трудно. А Джанкам это фактически нереально. Третий пункт нашего анализа перед сомнительным пиком это карта и режим. Например, Вдова плохо заходит на 70% карт с удержанием объектов. И играется там только на части точек за счет удобной архитектуры уровня. Джанкрет лучше всего зайдет на карте с узким проходом, типа первой точки Ханамуры. Или Голливуде. То есть карты, где можно реализовать свои возможности в спаме. Учитывайте применимость персонажа на текущей карте и будет вам счастье. Сильное заявление. Четвертое. Ваш личный скилл игры. До определенного уровня рейтинга все герои одинаково полезны. Если, конечно, ими уметь играть. Чем выше рейтинг, тем сложнее выдавать крутые результаты. Например, за Ханза. Потому что враги готовы ко всему, что вы можете им противопоставить. И вот тут уже начинает сильнее влиять ваш личный скилл на персонажа. Да и, конечно, при равных условиях лучше взять стабильного и подходящего героя. Но мы ведь не ищем легких путей. Думаю, это были основные вещи, о которых следует помнить при пике непопулярного или слишком узконаправленного героя. Надеюсь, вам поможет эта информация. С вами был Ханза Мейнер. Фу, блядь, фу, нахуй. Пишитесь на мой канал. Благодарочка тем, кто не поленился и нажал заветную кнопку. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok